Также стоит датчик широкополосного лямбда-зонда. Если в автомобиле дизельном не установлен лямбда-зонда, то комплект необходимо покупать с датчиком лямбда-зонда. Это вот кроль качества, которая определяется по широкополосному лямбда-зонду. Это в два. Возможность обслуживания автомобиля с темпоматом. То есть это адаптивный круиз-контроль. Это на фурах обычных, на больших. И возможность сохранения мощности после инсталляции на том же уровне. На системах с Common Rail. То есть, например, на фурах, на западе, например, там нельзя сделать мощность больше. Потому что перед тем, как машину сдать, их на пробанах откатывают. И чтобы мощность была на газо-дизеле такая же, как на дизель. При этом газ и метан, и пропан. Или метан, или пропан. Можно сделать больше. Можно сделать больше. По идее, вообще-то мощность больше. Но для их мистера надо ограничить. Почему страшно у нас, как вы знаете, на пропане. Пропан с дизелем уже, чем с метаном. Потому что метан, у него степень сжатия больше. И на метане можно добиться более, большего замещения, нежели на пропане. Преимущества. И польза для водителя какая? При активном впрыске газа двигатели работают так же, как при работе на дизельном топливе. Экономия во всем диапазоне нагрузок двигателя. Обратите внимание, гарантированная защита двигателя. За счет чего? Я вам уже говорил. За счет датчика детонации, датчика температуры выхватных газов и контроль качества смеси широкополосного лямбазона. Естественно, увеличение расстояния пробега между заправками. Согласны, да? Дизель уменьшаем. Вместо, куда дизеля вставляют газ. И естественно, развод у нас дизеля уменьшается, и отсюда и пробег больше. Возможность увеличения мощности двигателя. И вследствие чего? Увеличение скорости автомобиля. Дизельный автомобиль, который работает всегда на бедных смесях. Вы, наверное, обратите внимание, кто занимался дизелем. Кто там понимает? Там дроссель постоянно открыта в дизелях. Там воздуха много, очень много. А мы мощность регулируем только за счет количества топлива. Вот так сказать. Добавляем просто так. Там просто... Он работает всегда на бедных смесях. Насколько они бедны, эти смеси, то зависит уже от самого двигателя. На некоторых получается лучше экономия, на некоторых хуже. Неважно. Эту систему можно установить на любой автомобиль дизельный. Любой. Механика обычной ТНВД, механика насос-форсунки Common Rail. Не имеет значения. На любой автомобиль можно это установить. Конечно, в автомобилях с механической подачей солярки мы можем просто только добавить газа. И за счет увеличения мощности двигателя получаем экономию. На системах Common Rail мы можем ограничить порцию солярки, которая попадает в целину. Тут понятно, да? Любой автомобиль можем установить. Не слышу, погромче. На корабельных двигателях. На москве, там, в четыре суда. Эту систему используют? Нет, пока не проводим. Использовали, но в конце хотел показать вам, на танке. Танк был переделан, да. Какой процент экономия на механическом танке? Сейчас мы все покажем. Дадем. То есть, то, что сейчас Адам сказал, на легковые, на грузовые, на тракторы, микроавтобусы, генераторы. Тока. Автобусы, экскаваторы, комбайн, танк. Ну, танк это с пушкой, как вы знаете. Вот на него тоже устанавливали газодизмную систему. Ну, здесь как раз фотографии показаны, на что можно установить системы. Экономия. Вот этот трактор работает в Белостоке на поле. В Белостоке, да он? Нет, возле, недалеко. Да. И у клиента как раз на пропане 50% замещения идет. На этом двигателе. И естественно, экономия какая, видите? В моточасах. На тракторах, на тракторах, там идет постоянная нагрузка. Он плуг в окно и поехал. У него вся постоянная нагрузка. То же самое на генераторе. У него постоянная нагрузка. Нет вот этого педалирования. Отсюда и экономия большая. На двигателях, на автомобиле Там, естественно, идет педалирование Больше, меньше, больше, меньше Там, естественно, экономия чуть-чуть сдвигается в сторону уменьшения На холостом ходу вообще нет На холостом ходу, смотрите, ребят Я тесты делал Если впрыск газа фазированный на дизеле То на холостом ходе можно сделать замещение Но экономия там не очень большая будет Если впрыск моноподвод, то есть в общую трубу подачи газа В общую трубу То на холостых не сделаешь замещение Почему? Потому что CH очень высокое, большое Выбросы очень CH большие Поэтому на холостых чисто на дизеле При нагрузке, нажимаем на педаль газа Уже пошло замещение Ну, я не считал, потому что трудно Это надо высчитывать как-то Мензуки, солярки Там очень-очень маленькое замещение Там прям буквально Я когда, я подключил газоанализатор И по показаниям начал регулировать и смотреть И получилось, ну, там небольшой очень Соляру слишком много тоже не уберешь Потому что двигатель начинает детонировать Не стабильно работает на холостом ходе Ограничил солярку и добавил туда порцию газа Неровно работает Да, еще работает То есть, обратите внимание, получение экономии Ну, специально цены в долларах Ну, вы легко можете посчитать Например, какая цена монтажа Цена использования дизельного топлива на 100 километров Расход 34 литра Средняя цена Плюс газ При пробеге за год 150 тысяч Это на фурах, да? Вот такая цена И средняя цена дизельного топлива за год на 150 километров 65 тысяч Разница получилась 9 тысяч То есть, это примерно в деньгах В деньгах Экономии 14% Но, смотрите, здесь учитываются еще цены Экономии считается на дизеле Не в том, сколько замещение пошло А именно в деньгах Например, тысячи километров машина проехала На соляре Считается, сколько ты заплатил денег, да? Энное количество И столько же тысячи километров проехал на газодизеле Посчиталось, сколько дизеля заплатил Сколько газа заплатил Суммируется Разница считается Потом Вот вам экономия Потому что цена топлива в различных регионах Она разная Так считается Ну, это вот как раз на генераторе Здесь очень экономия Очень хорошая Почему? Потому что постоянно идет нагрузка Постоянно Нету вот этого педалирования Как ты, Володь, говоришь, да? Здесь экономия Как раз табличка Для сравнительная такая табличка Средняя И процент экономии Именно в денежном эквиваленте Это процент Как раз видите Расход дизеля Например, да? 11 литров И расход дизеля И газа Именно пропана ЛПГ это пропан ЦНГ это метан Вот здесь вот как раз видно И какая экономия То есть зависимость от двигателя Тут Расход он разный Может быть Конечно, экономия В самоходах дизельных Зависит Очень часто От взноса Самого автомобиля Да, двигателя От взноса Форсунок И так дальше И так дальше Там Там сложно Там не так просто Сама установка Оборудование Простая Баллон, редуктор Форсунки То же самое Как всегда Только процесс настройки Немножко другой Ну да, там ничем нового нету Сам процесс настройки У нас Как мы Алексей уже говорил Есть защита Защита Двигателя Это важно В дизельных машинах У нас Дополнительный датчик Детонации Стоит всегда И Датчик температуры Выходных газов Выходных Да Чтобы защитить Двигатель Мы строим На показании Ламда-зонда На остаток Кислорода Который Выходных газов Есть автомобили Такие И тут возвращаемся Вопросы Взноса В которых На самой солярке Есть механика Например Только механика Впрыск механический В которых Когда ездим Только на солярке Нет свободного Кислорода В выходных Газах Там не имеет Смысла Установка Вообще Газодизна Потому что Мы будем Добавлять газ Он не будет горел Нет свободного Кислорода Чтобы Получиться Иметь Свободный Кислород В выходных Газах Чтобы газ Смог Сгореть Сколько Кислорода Есть В воздухе 21% Да Это физика Все остальное Это азот И так дальше Есть машины Которые На самой солярке Работают Остатки Кислорода 5% 5-3% В таких Машинах Нет смысла Установки Газодизела Потому что Там никакой Экономии Мы не получим А есть Такие Которые Работают На остатки Кислорода 15-10% Там есть Смысл Там мы получим Мощность Двигателя Мы можем Электронно Говорим о механике Вот так Это не касается Коммунрей Коммунрей Мы можем ограничить Порцию Солярки В механике Просто добавляем Газ За счет Увеличения Мощности У нас получается Экономия А если Физически Душить Насос Добавляем Я не понимаю Ну и сразу Ты слышал Ну ТНВД механический Если физически То есть устройство Такое Ограничить А если Когда он перейдет Чисто на дизель То как он У него тогда Ну газ закончился Как будет Или чисто Механические Плунженую пару Ну это устройство Нужно делать Такое Это устройство Нужно делать Такие устройства Нет Конечно Да Мы как бы Больше на Электронную систему Больше на Электронную систему Что-то не счет В дизелях Важно сказать Конечно В дизелях Все имеет значение Место подачи газа Имеет значение И так дальше Но там Сколько форсунок Где мы Невозможно Научить Настройки Дизеля Без машины Это не имеет смысла У нас Например В Польше У нас много Установок Дизельных автомобилей Устанавливают Только люди Которые Прошли обучение Потому что Мы считаем Так Установка Дать возможность Человеку Который Никогда Не занимался Дизелем Чтобы он Установил Сам Один Сам Пытался Настроить Это не имеет смысла Он теряет Свои деньги Своё время Он будет Раньше Или позже Он будет Снимать Оборнование Потому что Это Не так просто Он Установит Он настроит Но Не получит Экономии Потому что Надо понимать Некоторые вещи И тут Имеется Немножко Опыта В этом деле Я строю Не один Автомобиль Честно скажу С первого Раза Очень редко Получается Настроить Автомобиль Чтобы была Хорошая Экономия Конечно Всегда Настройка Под нагрузкой Если трактор Едем в поле Если фура Загружаем Там 30 тонн И тогда Строим Автомобиль Нет готовых Прошивок Есть разный Взнос Автомобиля То, что мы говорили Это индивидуальная тема Газодействия Можно Добиться Результатов Я так немножко Испугал Людей Вот наши Элементы Для защиты Датчик Детонации И термопара Вот так скажем Да Это широкополосный Лензор Ну В комплекте Конечно Если заказываем Заказываем Оборудование Для фуры То есть тоже Преобразование Преобразователь напряжения С 24 на 12 Оль Который В свою очередь Дает Стабильное Как по напряжению Так и потоку Питания На газовый блок Тем самым Газовый блок Более корректно Работает Потому что Вот эти вот Преобразовательные напряжения Использовались Пробовались Тестировались Различных Ну иные были Да У них Нестабильные Показания Вот этот Преобразователь Самый Оптимальный Для работы Газодизельной Системы Это если В основном Это на фуры Потому что Микроавтобусы Они имеют Питание Все практически 12-ти бальтовое Питание Поэтому Дополнительного Преобразователя Не нужно Установить Ну Некоторые ребята Говорят Ну Были такие вопросы А что если Подключить просто Здесь Здесь же батарея Последовательно стоят То есть 12-12 Итого 24 Пробовали Так подключать Отдельно К одной батарее Высаживает Одну батарею Это нормально А которая Подключена Высаживает Батарею Поэтому Необходим Именно Преобразовать То есть Так называемый Конвертер Он называется Еще по-другому Ну Это Фотографии Установки Баллонов Ну Конечно На тракторах То всегда Проблемы С заправкой Так Как Ездить На заправку На тракторах Поэтому Они съемные Видите У нас 11 кг Съемные Баллоны Комбайн И так дальше Фантазия Просто Безограничная Что можно Как Где можно Конечно Лучший результат Дает метан Чем пропал Лучше Подача метана Доходит Даже Экономия Замещение На метане Некоторых Автомобилях Доходит До 70% Я тут не говорю О фурах Нет О фурах Так не получится Это трактора Это трактора Оптимальное Вообще Самое оптимальное Замещение Самое лучшее Замещение Это при 70-80% Нагрузки Двигателя Тогда идет Самое оптимальное Замещение Вот 70-80% Нагрузки Двигателя В этот момент Очень хорошее Замещение Идет А? 1500 Что 1500 Не важно Главное Нагрузка Тут от нагрузки Смотрим Обороты Могут быть И Разные Но нагрузка Совершенно Иначе Мы советуем Всегда Перед установкой Узнать Сколько Свободного Кислорода Есть Для этого Есть У нас Такой прибор АФР Который Мы Вкручиваем Перед тем Как автомобиль Приезжает Нам надо Посмотреть Сколько Кислорода В отработавших Газах Подключаем АФР Сенсор И Смотрим Сколько Кислорода В отработавших Газах Например Камазы Работают На Очень На Объединенных Вообще Газодизель Работает На Сверх Объединенных Смесях Например Камаз На Холостом Ходе У нее Если По АФР Смотреть У нее Где-то Процентов От 17 До 19 Если В хорошем Состоянии Да Нормально С системой Common Rail Есть Двигателя Меньше 10 Но Если Кислорода В отработавших Газах 5 То Вы Туда В эти 5 Будете Запихивать Газ А он Не Сгорит Потому Что Нет Кислорода Чтобы Для Горения Его Поэтому Чтобы Перед Тем Как Установить Газ На Дизеле Надо Еще Предварительную Диагностику Естественно Сделать Покажем Программу Ну конечно Покажем Тогда Включим Главное Сделать Старк дизель Запусти Ну вот Эту Что Систем Которые Монектируют Дизель Газовые Чисто Газовые Чисто Газовые Нет Ну Есть Такие Сделки Всего Монотопливные Да Монотопливные Да Включим Программу И посмотрим Настройки Покажем Как Строить И так Дальше Тема Тема Актуальна Газодизель Развивается Неплохо У нас Тоже много Есть Звонков Из России Очень много Люди Пытаются Пробуют С разным Там Скутки Сейчас Минуточку Как раз Вот КамАЗ Хочу Ну Например КамАЗ Это Так Пока Как Выглядит Настройки Я думаю Несложный Программ То же Самый Как Для Стака 400 ДПИ Это Тоже Сам Программ Узна Узнавает После Подключения С Каким Блоком Какой Блок Вы Подсоединили К нему То есть Автоматически Программа Определяет Какой Блок ФСАй Дизель Или Вариатор Программа Сама Автоматически Определит Количество Цилиндров То Неправильный Перевод Количество Газовых Форсунок Которые Мы будем Управлять Мы можем И так В большинстве Случай Если Например Для двигателя Если Четыре Цилиндра Небольшой Объем Мы ставим Две Форсунки Газовые Там Не нужно Больше Для Генератора Тока Например Объем Был Я не помню Там Очень Большой Мы поставили 12 Форсунок Вруч 16 Форсунок 16 Форсунок Газовый Генератор Тока Генератор Тока Дизель Генератор Мы там Просто Газ Поставили Мощность Увеличивается Увеличивается Это Механический Генератор Был Конечно Мощность Увеличивается За счет Чего За счет Того Что Увеличивается Мощность Он Автоматом Уменьшает Да Отсюда Идет Меньший Расход Дизеля А там Газ Дешевле Электроэнергия И вот Человек Посчитал У него 60 тысяч Долларов В год У него Экономия На дизель Генератор Ну Правда Дизель Генератор Большой Сам Программ Если мы Возвращаемся К машинам Более Современные Значит Коммун Рейд Программ Сам Определает Какой Розой Форсунки Дизель Стоит На машине Сам Определает Правильно Двигатель И так Дальше Имеет Процесс Автокалибровки Здесь Не только А тут Файл Не такой Это Файл Настройки С Газовоза С Газовоза КамАЗ Газовоз То есть У него Бочка Стоит Он С этой Бочки Питается Редуктор Питается Как бы Тестовый Вот этот Файл Тестовые Замеры Настройки Сама Карта Настройки Она Немножко Другая Чем В обычных Системах Мы Не читаем Форсунки Мы Форсунки Читаем Только Карта Независимая От Времени Открыти Дизельной Форсунки У Нас Карта Это Расширенные Настройки На карте У нас Везде Автокалибровки Мы На карте Задаем Время Открытия Газовой Форсунки Это Значение Это Время Открытия Газовой Форсунки 14 Миллисекунд 10 И так Дальше Время Как бы Нажимают Как мы Строим Автомобиль Если Это Common Rail Мы Можем Задать ему Редукцию Дизеля Вот Например В этих Диапазонах 45 40% Он нам Уменьшит Порцию Дизеля За счет Чего Идет Эмуляция Мы Для Дизельного Блока Показываем Что Давление Солярки Выше Чем Реально И он Соответственно Уменьшает Время Открытия Дизельной Форсунки Так Мы Показываем Что Не Тысяч Бар А Например Два Тысяч Бар Давление Топлива И он Соответственно В два Раза Уменьшит Нам Порцию Дизеля В Это Место Мы Подаем Газ Это Система Common Rail Только Сколько Этого Газа Подать Чтобы Была Экономия В Настройках Есть Показания Нам Названа Посмотрите Как Он Работ 11 10 Процент Так Например Там Чисто На Дизеле Вот Чисто На Дизеле Вот На Дизеле Да Вот На Дизеле Вот Чисто На Дизеле Видите Чисто На Дизеле Посмотрите Показания Лямбда В Районе 11 Да Переключаемся На Газ Здесь Как Раз Процесс Регулировки Идет Это Я Файл Записывал 13% Ну Такой же Почти Но Это Процесс Регулировки Еще В Принципе Такой Добавляем Газ Показания Лямбда Зонда Было Около 5% Тогда Получается У нас Самая Хорошая Экономия Конечно Не На Всех Машинах Можно Добиться Этого Результата Чтобы Показания Было 5% Потому Что У нас Например Ограничает Датчик Детонации И Датчик Температуры Так Сложно Говорил Нормально Сучу Смотрите У нас Есть В параметрах Детонации Такие Два Два Параметра Максимальные Значения Выходных газов И максимальный Звук Двигательный Звук Датчик Детонации Датчик Детонации Есть Возможность Чтобы Газовый блок Научился Какое Значение Имеет Это Когда Ездит На самой Солярке Не допускал Чтобы Приезда На газу Чтобы Это Значение Повышились Чем Этот Порог Понятно Ребята То есть При работе На дизеле Если Ставите Вот эти Две Галочки Да Вот здесь Это И это Внизу Тоже Кнок Сенсор Это Датчик Детонации И При езде На дизеле Он Запоминает Какое Значение В данном Случае Максимальное Значение 430 градусов Такое Было На Выхлопных Газах На самом Дизеле И потом Не допускает До того Что оно Было Выше На Газодизеле Так Если Доходит До этого Порога Он Отключает Газ Так Чтобы Защитить Двигатель Чтобы Не было Не Поломать Двигателя Человек То же Само Касается Детонации Запоминает Какое Значение Есть На Самой Солярке Не Допускает Чтобы На Чем Нибудь Выше Чем Этот Порог Что Там Дальше Все А Кто Вообще У кого Есть Опыт Дизельных Систем Есть Немножко Так Есть Немножко Так Ограничивается Долго Встал Ему 30% По Несток Он Прошел Местеральные Перевозки Ему 30-70 Время Максимальная Это Очень Хорошо Ну Не Пиквая Да 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 30% Смазывающих Свой Дископ 70% Смазка Разбирали Митсубиши Я вам скажу Так У нас Чтобы Нет Подожди Чтобы Вообще Пока мы Начали Продавать Мы купили Новый Автомобиль Новый Это был Toyota Hilux 2.5 Вообще Новый Сразу Поставили Газ Каждые 15 Тысяч Километров Машина Проходила Осмотр С Независимым Экспертом Который Приезжал Мы Там Зазоры Как бы Смотрели Камеров Через Камеру Камеру Сгорения Там Смотрели Просто Проверали Машинку 200 тысяч Машина Проехала Такая Машина 200 тысяч Никакого Там Зноса Через 200 тысяч Никакого Но там Разбирать Такую Машину Сложно Ну На Больших Машинах Замещение Ну Не будет Такого 70 на 30 Это Только В Нагрузках В Больших Нагрузках Там Такое Замещение Идет Например На Малом Ходе Там Другое Замещение Будет И Дизеля Будет Больше Проспиваться А здесь По Карте Можно Карты Так Нехорошо Тогда Было Месть Как бы Две Карты Настроек Так Два Файля Настроек И Минякс Настройки Такого Нет Если Груженая Она Будет Здесь Например А С Легкая Она Здесь Будет И Все Просто Смотрите Ребят Когда Идет Машина Груженая У Него Видите Давление В Коллекторе Дозы Дизеля У Него Больше Время Впрыска Нагрузка Будет Здесь Больше Когда Груженая А Когда Пустая Вот В Этой Зоне Вот В этой Карте Можно Настроить Здесь Без Груза Здесь Груженая В Карте Как Раз Этот Газовоз Я Советовал Подругам Я Советовал Не Карту От Доз Дизеля Просто Взять Карту От Давления В Коллекторе И Настроить По Этой Карте Загружен Там Турбо Будет Дав Какое Давление 2,5 Бара Например И В Этой Карте Настроить А Когда Без Груза Он Там Турбо Чуть Меньше Дает Это Совсем Другой Диапазон На Карте Так В Этой Карте Настроить Когда Загружен То То Турбо Будет Здесь В Этой Зоне А Когда Меньше Нагруженное Ой Переключил Не Левой Зоне Часть Карты У Нас Карты Доступны Три Три Вида Карта От Порти Дизеля Если Подключена Коммун Рай Форсунка Читаем Ее У Нас Карта От Давления В Коллекторе От Мапа И От Положения Педала Газа И Любую Карту Можем Выбирать И Строить Как Нам Удобно Я Пробовал Карте Давления Вот Мапа Груженое Там же Больше Нажимаешь Разрежение Иное Наддув Другой Больше Ну Я Вот Например Вот Этот Камаз Это Просто Одна Из Последних Таких Больших Машин Я Обратил Внимание Она Была Пустая Например 2 Тонны Там Мало Было Газа И Полная Груженная 5 Тонн Газа И У нее Расход Естественно Дизеля Разный При Полном Груженом И При Пустом Практически И Настройки Вот Ну Это Я Еще Настраил Так Предварительные Настройки Естественно Изменяли Изменялось Расход И Дизеля И Газа Естественно Потому Что При Пустом У нее И Расход Дизеля Меньше Становился Естественно И Замещение Другое Газа Когда Груженная Пятитонка Елет У нее Все Время Вот В этой Зоне Идет Нагрузка Естественно Здесь Другое Замещение Так И Получается В общем По дизелю Как бы Вот такие Вот Системы Можно Делать Ну Дизель Говорю Это Очень Особая Тема Здесь Чтобы Настроить Машину Конечно Нужно Много Трудо И Времени Вложить Это Не Как Обычная Мпи Машина Или ФСА Например ФСА Вообще Там Две Секунды Машину Настроят Насколько Разница На 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 Ну Такая Разница Все От Двигателей Зависит Ну ЦНГ Цены Топлив Тоже Разные Мы Не Считали Так Потому Что Цены Топлив В Разных Регионах Разные Например У нас В Москве Метан Стоит Ну Сейчас Скажу 16 Рублей А В Других Регионах Там Стоит 8 Не Знаю Я Не Могу Сказать Почему Потому Что Я Я Не Заморачиваюсь Я Тебе Так Можно Открыть Самая Лучшая Экономия На Пропани Которая Нам Добиться Самой Лучшей Экономии Это Замещение Около 50% На Пропани На Метане Можно Добиться 70% Посчитать Надо Как бы Цены И так Дальше Вот Этот Газовоз На Пропани У него Замещение До 45% На Пропани 45% Идет Это Было Посчитано В принципе Экономия Небольшая Но Не Когда Большая Машина Если Обратить Внимание На Пробеги Этих Машин Который Он В год Ездит 100 150 И На Расходы Этих Машин Груженый Этот Камаз Он Кушает Под 60 Литров Соляры Сами 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 Понимаете Да Когда Так Трассовый Режим У него Порядка 38 Литров Соляр Если В газодизельном Цикле Он Где-то Кушает Порядка 21 Литра Соляра И остальное Там 15 Где-то Газа Вот Такие Вот Примерно Цифры Ну По памяти По памяти Что еще Ну что У нас Есть еще 15 минут Ребят Я Хотел бы вам За 15 минут Я думаю Про газодизель Уже Ну что тут Уже Говорить И так Понятно Все Да Я просто Хотел вам Показать Про редуктор Хотел показать Про Нордик Вы Кто-то Устанавливал Нордик Редуктор Или Ну я Понял Просверлить Отверстие Где В корпусе Можно Попробуйте Что-то У тебя Зарядка Не работает Не знаю Ой А где У меня Этот Сейчас Я хотел Вам Кое-что Показать А где У меня То есть Немножко Про редуктор Да Изначально Он был Рассчитан Как бы В замену Редуктора Аляска И поэтому Его сделали Вот таким Вот С интегрированным Корпусом Раздельным Рем Комплект Передней части Как обычно От Аляски Только Единственная Задняя часть Прокладочки А она другая Увеличенный Более Корпус Для Охлаждающей Жидкости И более Другой Канал Для прохождения Газа Уже Испаренный Нет Увеличенный Раньше Здесь Она была Вот тут Теперь Газ Когда Выходит Он идет Вот так Вот По каналам Здесь 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 Проходит Соприкасается С этими Видите Отливками Да Здесь Проходит Здесь Отливки Идут Здесь Идет Здесь Здесь И уже На выходе С чего Это Нет Не Меньше А что Это У меня Что Такой Бобик Бобик Сдух Что А Вот Все Включилось Ох Да будет Свет Полость Теплообмена Увеличенная Полость Теплообмена И циркуляция Антифриза Идет Как раз Змеевидной Ну Змейкой Так Защитный Мембранный Диск Такой Для Защиты Мембраны От холодного Газа Дополнительно Сделано Уплотнительное Кольцо Чтобы не Утекал Антифриз Увеличенная Полость Камера Жидкой Фазы Более Длинный Впускной Фитинг Крепление Нас Кто-то Попросил Еще Говорят А сделайте Здесь Болт Какой-нибудь Еще Нужен Он Не Нужен То есть Предварительно Как бы Он Рассчитан На 170 Лошадиных С Как Визуально Отличить От Аляски Да Вот Камера Алясочная Вот Камера Нордика Видите Здесь Еще Дополнительные Полости Здесь Нет Видите Здесь Газ Проходит Здесь Выходит И Уходит Дальше Туда И уже Там Дальше Догревается До Испаряется Здесь Камера Обогрева Очень Маленькая Здесь Совершенно Иная Видите Да В сравнении С Аляской И Сейчас Вот Я вам Хотел Сказать Тестируется Вот Этот АТ-09 Нордик Эксп Новый Редуктор Значит Он У нас Он Тестируется На трех Автомобилях Первый Автомобиль Это Toyota Mark II С Двухлитровым Двигателем BIMS Вторая Машина Volvo XC80 С 2.5 Turbo Третья Машина Mitsubishi Pajero 3.8 250 Тканей Которые Ну Знаете Такая машина Что интересно В этом редукторе Он имеет Вторую Дополнительную Мембрану Ускорительную Так называем Что стандартно Во всех Редукторах Стандартно Вот Красная Верите Зона Это Нордик Как Проявляется Давление Во время Ускорения То есть Давление У нас Во время Нажимания На педали Газа У нас Падает Видите Что у нас Делает Нордик XP Во время Ускорения Давление До ворот Приподнимается И потом Держится Более стабильно При полной Full load То есть Полная Нагрузка Разница Видите Какая Ну Что хочу Сказать Я скоро Сделаю Заключительные Как бы Тесты Пройдут Я сделаю Отчет По Этим Редукторам Как бы Тест Уже Подходит К концу Вот У меня Адам Попросил Такой Редуктор Может быть Я ему Сниму С машины Дам Ему На своем Субарике У него Субарик Есть Такой Бешеный На нем Покатает Посмотрит Вот Ну Ну Как бы Чем Хорош Редуктор Сразу Скажу Значит На холостом Ходе Нам Нужно Чтобы Газовые Форсунки Работали В своем Диапазоне Например Грубо Возьмем Всем Любимыми Валтеки 4,5 Миллисекунды Должно Быть У них На холостом Ходе Время Отображения Время Форсунки Значит Валтек У нас Валтек Валтек Тип 30 Триома Время На холостом Ходу Должно Быть 4,5 Миллисекунды При полной Нагрузке Возьмите Любые Форсунки 20 Миллисекунд Возьмите Прямо Себе За Как бы За основу Не более 20 Миллисекунд Чтобы Работали Газовые Форсунки Если Превышает Добавляйте Что Порцию Бензинчика Все Правильно Так вот Что делает Этот Редуктор Что делает Этот Редуктор На холостом Ходе У него Давление Например 1,2 Бара Ну Или Как возьмем Здесь Например 1,5 Бара То есть Форсунки Газовые Работают В своем Диапазоне При Тапке В пол При нагрузке При нагрузке Давление Это Просаживается Например Если Обычный Возьмем Редуктор Да И Времена Впрысков У нас Больше 20 Миллисекунд Здесь За счет Вот этой Второй Мембраны Происходит Как бы Турмонаддув Такой То есть Ну Образно говоря Давление повышается И при полной Нагрузке Уже Давления Хватает Тем самым Форсунки Уже Не надо Добавлять Бензин И Как раз Это все Подтвердилось Моими тестами Которые я проводил Даже на Ну возьмем Ну вот эту Вольво Хотя бы Раньше стоял там Эмер редуктор Эмер Палладио На этой Вольво И мне приходилось Добавлять Небольшую порцию Бензина На максимальных Нагрузках Дабы компенсировать Непроизводительность Газовых форсунок Ну не хватало По давлению Установил этот редуктор Все до впрыски Убрал Настроил систему Ну Больше ничего не делал Только вот давление Такое же подкрутил Все настройки Такие же Только бензин убрал И тест сделал И что удивительно Добавление бензина Не пришлось делать То есть Во всем диапазоне Форсунки справились 18 Как бензин Бензин и газ Прям одинаково Было время За счет чего? За счет Давления За счет давления То есть Помните Я вам говорил Про форсунки Что за счет Производительность Форсунок Зависит от Давления Которое Входит в форсунки Редуктора? Я не знаю Он на тестах А? Ну знаете Я вот на 250 Итальяшки Они Крутили на Гранд Чироке Моторе 200 272 лошадины Вру 300 Где-то Кобыл Около Да? Один Да? Но температура была Окружающей среды 19 градусов Тепло было Да? Если Вот Просто я говорю Этот редуктор Тестировался При температуре Ну вот Какая была Температура Минус 5 Минус 10 Граф Была Какое давление Давление Что? Давление Разные Там Я точно не помню От 1.2 До 1.35 Где-то так Вот этот диапазон Ну что интересно На холостом 1.2 Если нажимаешь На педаль газа Он не снижает А он наоборот Повышает давление И дальше Он как бы Оп Старается Это же дифференциальное То что вы видите В программе Вы видите Это не абсолютное давление Это дифференциальное давление И это дифференциальное давление Стабильное Но при полном нажатии На педаль Он же все равно Я смотрю Просадывается 1.4 2 Вот Сюда Вот оно Давление Наоборот При тапке в пол Оно поднимается А потом уже Это едет 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 Это уже Допустим 20 миллисекунд На резиновый По автомобилю Это газель Почему по газели Возьмем тот же ВРХ Как ВРХ А Ну если ВРХ То это да Я на ВРХ Это вот Он У него как раз там Субарики есть У меня под рукой Не было ВРХ У меня был Вольво турбовый То есть он поднимает А потом Попадает Ну как Попадает Это не 0.4 Это 1.15 Давление Где-то здесь А он настроен На полтора Четыре Полторы Да Я говорю Я тесты выложу Которые у меня есть У меня все файлы записаны Все тесты Я просто хотелось бы посмотреть Насколько форсунок хватает Хватает С понижением такого давления В 0.4 Здесь нету 0.4 Где вы видите 0.4 давление А разница полтора И здесь Ну хорошо А если при стандартном редукторе Давление он падает Просто я знаю Допустим Я катал Да То есть на давлении 1.35 На том Классе Да Давление было Всего 0.2 Педаль в пол При времени Поиска Там Пошки в 20 Ну хорошо Даже Пансонок хватало Все равно Те же пусть Эти выженные Пансонки С жиклёрами Прежим Припедали в пол Ну естественно Добавлять надо Что? Бензин А почему? Потому что он Чуть-чуть Всё-таки Просаживает давление Просаживает Просаживает Просадка больше? Где здесь больше просадки? Ну где? Ну почему? Ну Это показан Автомобиль Как раз Вот эта вот Кривая Это показано С 300 лошадиных сил Который Я не уверен Что этот редуктор Потянет 300 Он потянет 300 лошадиных сил Но если взять Все погодные условия Поэтому я его Как бы Позиционирую На 250 камень Это вот Как бы Увидите Сделаю Да Да-да Прям я сделаю Файл осциллографа Print screen Сделаю И прям покажу Времена впрысков Всё это покажу У меня есть Эмер На той же машине Просто заменили Редуктор И без эмера С этим Вот Как раз Вот в этой Компенсационной Мембране И внутри Ещё Конструкторская Здесь Как будет Редуктор В продаже Нет Я не знаю Пока ещё Потому что Его ещё Нет в продаже Ну Я думаю Да В этом году Ребят Ну Я вам просто Показал Что Какие тесты Проводятся Потому что Ещё тесты Не закончены Окончательно Поэтому Вы про цену И про Когда появится Я вам Не могу Ну что Ребят Большое Спасибо Вам Что Досидели До конца Выслушали Наши Ля-ля-ля Разрешите Закончить Нашу техническую Часть Если Какие-то Будут Вопросы Ну Сейчас Будет Раздача Сертификатов Сейчас Раздадим Сертификат